Обновить состав ЦИК во время вечернего заседания нардепам так и не удалось. Фракции не смогли договориться, хотя несколько раз ходили на совещание к Андрею Парбию. Не рассмотрели и снижение акциза на ввоз авто с европейской регистрацией, хотя эти законопроекты в повестке дня были. Единственным результатом вечернего заседания стали поправки к закону о высшем антикоррупционном суде. Парламент выполнил требования МВФ. Теперь апелляции по коррупционным делам, которые сейчас рассматривают в обычных судах, перейдут под юрисдикцию нового органа. 168 правки полягает в том, что все дела, которые подследованы в Национальном антикоррупционном бюро, передаются в высшем антикоррупционном суде. Если они находятся в первой инстанции, они передаются в первую инстанцию, в апелляции передаются в апелляцию. Шановные коллеги, эта редакция правки полностью отвечает требованиям МВФ. Повзаконопроекты читаются с голоса какие-то правки. Я сам за фахом юрист, но не все понимают, что даже там читаются с голоса. Я очень уверен в том, что большая часть зала, которая сейчас натискает на зеленые кнопки, поддерживая эти пропозиции с голоса, что-то там понимают. А суть полягает в том, что и никакого желания бороться с коррупцией у нас, в принципе, нет. А больше того, нет желания создать независимую антикоррупционную институцию. Продолжение следует...